Союз архитекторов с нами у нас сегодня в гостях. Традиционная рубрика. Через минуту. А вот уже да. Сразу, сразу уже да. Алексей Гинзбург, член Союза архитекторов России, спикер фестиваля «Архитектурное наследие». Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. И Сергей Владимирович Конев, член СМА, спикер фестиваля «Архитектурное наследие», также реставратор. Скажите, пожалуйста, как правильно расшифровывается СМА для тех, кто к нам только присоединился? — Союз московских архитекторов. — Ну вот. Союз московских архитекторов звучит, как какая-то такая боевая организация. — Да, с 2 по 5 июля. Ведь у нас есть повод. — Да у нас повод есть, да. Москва — большой старый город, в нем много архитектурного наследия. Вот это самый главный вопрос. Что считать архитектурным наследием? Вот дом, в котором я родился и вырос, которому уже целых 20 лет, или все-таки есть какие-то понятные критерии? Пожалуйста. Алексей, давайте свознать. — Вы знаете, правильно было бы считать архитектурным наследием всю историческую среду города. Есть версия, с которой я абсолютно согласен, что, например, здания, построенные до, условно говоря, 1953-1954 года, а также некоторые построенные и позже этого времени, можно в целом считать архитектурным наследием. Потому что если мы будем концентрироваться и думать только о памятниках, о точечных, наиболее острых, ярких домах, то неожиданно можем увидеть, что мы потеряли историческую среду, город в целом. Поэтому наследие — это не отдельные памятники, это историческая среда и историческое застройство. — Но всё-таки, подождите, ну вот этот дом-яйцо знаменитый, который при Лужкове, к изумлению, многих только построили, он уже историческое наследие? — Ещё мало времени прошло. — А сколько должно пройти времени? — Подожди, подожди. — Сколько? — А дома на ножках, вот то, что напротив ВДНХ и на беговой, они же не 53, а это уже историческое наследие? Или всё-таки надо отделять историческое наследие и какие-то оригинальные дома, оригинальные сооружения? — Вы правы, абсолютно. Надо разделять, конечно. И вообще, реставрация — это достаточно новое в мировой истории явление. Оно возникло применительно к исторической эпохе в конце XIX-начале XX века, а проблема памятников современного, современной архитектуры, она возникла в 50-е годы, когда была принята Венецианская хартия по названию города, где это было. Мы можем выявлять сейчас и какие-то современные памятники, которые относятся к эпохе, допустим, советского модернизма, но всё-таки мы сейчас говорим о том, что есть исторический город, и этот исторический город, он формируется не только отдельными памятниками, но и исторической средой в целом. — То есть речь идёт всё-таки о какой-то такой достаточно комплексной, внятной среде. Сергей Владимирович, а вот фестиваль, а вот в чём, так сказать, что, знаете, как-то симпозиум понятно, я не знаю, конгресс понятно, а почему фестиваль, в чём это заключается? — Фестиваль — это прежде всего, конечно, определить наши возможности. Это структурная организация. — А будьте добры, поближе к микрофону, пожалуйста, пододвиньте к себе. — Да. — Спасибо. — Ну, фестиваль — это прежде всего структура представления объектов наследия. Это не только конкретные какие-то объекты, это всеобъемлющая система показа, что делается у нас с наследием в стране. — А подождите, тогда кто принимает участие? Ведь если это структура показа и представления исторических объектов, значит, имеется в виду конкретные организации, которые этим занимаются. Вот в рамках Москвы, например, о ком или о чём идёт речь? — Алексей помогает. — В рамках Москвы в этом принимают участие департамент культурного наследия города Москвы, различные общественные организации. Просто есть, скажем так, всероссийский охват. И в этом случае речь идёт о мероприятии, которое, как зонтик, накрывает собой проблематику работы с наследием не только в Москве, но и во всех городах нашей страны. Поэтому, естественно, без московских организаций, без организации Петербурга, таких городов, где, конечно, срочно огромное количество объектов, памятников, это бы быть не могло. И в этом фестивале принимают участие и архитекторы-реставраторы, и эксперты, и общественность, которая последние годы, надо отдать должное, стала гораздо активнее интересоваться и заниматься историей своих городов. — Алексей, а скажите, а почему тут всё у нас звучит, и в ваших словах, и вот здесь у нас материалы? Реставрация. То есть это уже совсем другой подход к дому? Ведь в этом историческом наследии, насколько я понимаю, могут жить обычные люди. Это может быть жилой дом, но его теперь уже нельзя ремонтировать, его теперь надо реставрировать, ему какие-то другие подходы? — Любое историческое здание — это исторические технологии строительные или художественные технологии. Поэтому для сохранения, консервации, реставрации такого объекта должны привлекаться специалисты. Поэтому мы и называем данную работу реставрационной работой. — Ну, подождите, мы уже стали говорить конкретно про объекты, как будто есть какое-то вот единое прям понимание, что вот этот объект — это точно историческое, это точно культурное историческое наследие. А есть такое действительно единое понимание? Или есть какие-то разночтения? Ведь есть объекты официально признанные, а есть ещё пока не признанные, но претендующие. — Мы знаем, что есть памятники, да, вот, а... — Это процесс сложный, и разночтений в нём хватает. Я думаю, коллега согласится со мной, потому что очень часто точки зрения не совпадают. И есть понятие, раньше, например, было, сейчас уже нет, и, наверное, это правильно, есть понятие «памятник истории», а есть понятие «памятник архитектуры». И исторический памятник может быть ценен только тем, что в нём происходило какое-то событие. А памятник архитектуры, он ценен как пример своей эпохи, как наиболее яркое выражение архитектурной мысли своего времени. Это, конечно, разные вещи, но в итоге мы имеем сейчас некую историю, которую надо, безусловно, сохранять, а очень часто ещё и защищать. Это вопрос, о котором правильно было сказано, коллегой, того, что называется словом «консервация». Так во всём мире определяют правильный, единственно правильный подход к историческим зданиям, поскольку «реставрация» — это понятие достаточно специфическое и не всегда правильно было бы заниматься реставрацией. «Консервация» — это сохранение той подлинной исторической среды, которую мы бы хотели оставить для наших потомков. А «реставрация» — это часто изменение этой среды. — Понятно. Ну вот мы видим сейчас известие. — Да, неизвестие. Но вот вопрос такой. Вот консервация и старые террорительные технологии и так далее. Всё-таки речь идёт о внешней какой-то оболочке или целиком о здании? Потому что внутри продолжается какая-то жизнь, там надо, я не знаю, прокладывать кабели для интернета, менять сантехнику и всякое прочее. — И лифт надо поменять. — Известие, что это? Деревянные панели, паркетный пол, вот вся эта советская внутренняя атмосфера, она ещё и пахнет как-то по-особенному. Это тоже всё? — Надо сохранить. — Пахнет типографскими машинами, вы хотите сказать. Нет, в течение типографскими машинами она уже давно не пахнет. Но вы правильно задаёте вопрос. Проблематика действительно. Один подход — это что-то сделать с фасадом, другой — это предъявить структуру здания как часть его ноу-хау, как часть его предмета охраны, как часть его исторического вклада. Поэтому вот вы показали фотографии известий. Например, на фасадах мы проводили чётко консервационные работы. Мы раскрывали старую штукатурку. Вот эту краску, которая сейчас у вас на фотографиях серую, там было много-много слоёв, мы полностью сняли. И современными защитными прозрачными составами закрыли, законсервировали, но открыли оригинальную поверхность, тирозитовую штукатурку с мраморной крошкой, которая была гордостью. — Подождите, то есть это та самая, вот та самая? — Да, та самая. — Тот цвет и та фактура? — Тот цвет и та фактура. И мы очень долго боролись за то, чтобы объяснить, что это именно должен быть тот цвет и та фактура. Потому что это то здание, которое, в общем, до сих пор держит композиционно, выражаясь в нашем профессиональном жаргоне, Пушкинскую площадь, являясь центром её. Вот эти окна круглые, которые вы сейчас показали, это уже не консервация. Их переделывали несколько раз за время ремонта в здании. А мы вернули их оригинальный рисунок, воссоздав ту столярку, то те подлинные металлические уголки. И мы вернули эти окна современным способом к их подлинному виду. Это то, что называется словом «реставрация», в отличие от консервации. — За чей счёт это, наверное, не дешёвое удовольствие? — Это же дорого, да. — И как объяснить собственникам, арендаторам, жильцам и так далее? — Да, что вот именно такие уголки... — И зачем это вообще им надо, да, такие уголки-то им? — Вы знаете, это часто... Это обычная проблема. Потому что всем известно, даже не специалистам, что реставрация дороже, считают, в два, в три, в несколько раз, чем новое строительство. И я, как человек, который занимается и реставрацией, и новым строительством, и проектированием новых зданий, могу сказать, что это так. Это действительно так. Реставрация — это дорогой процесс, причём в процессе самой реставрации мы неизбежно ещё получаем сюрпризы, которые невозможно было все предугадать на стадии проектирования. — Дом, как это называется? Дом коммуны, что ли, вот это вот? — Это не дом коммуны, это коммунальный дом, это совсем не одно и то же. Это как раз антипод дома коммуны, если угодно. — Ну, я просто... Я там один раз был внутри, юный экскурсовод из местных показывал вот эти совершенно уникальные и непригодные, по большому счёту, для современного жилья интерьеры. Вот как быть с такими домами? — А вот тут я бы с вами поспорил насчёт того, что они непригодны для современного жилья. Сегодня стоит очередь желающих в этих интерьерах жить. Другое дело, что их надо отреставрировать и привести в состояние технически удобное для жилья. — Но там вот эти двухуровневые квартиры, крошечная ванна, там ведь не подразумевалось всё это. Это всё очень интересно было слушать и смотреть, но жить, например, в этом я не знаю как, потому что всё подразумевается под совершенно другой быт, что огромный коридор, огромные летние вот это крыши, где можно гулять, общие кухни и так далее. Вообще вот социалистический быт, который сейчас, в принципе, невозможен. А подразумеваю, а всё вот построено под это. — Кто это завидится в социалистическом быте? — Тут есть вопрос. На самом деле была теория домов коммун, которые как раз предполагали некое обобществление быта, того социалистического или коммунистического в будущем, о котором вы говорите. Этот дом строился для современных людей, которые возникали уже после индустриальной революции. Архитекторам было понятно это тогда. Вы правы, там действительно есть много общественных пространств. Этот дом ещё называли и называют сейчас исследователи социальным конденсатором, потому что он позволял людям, живущим в индивидуальных квартирах, получить рядом, так сказать, огромное разнообразное количество, огромную типологию общественных пространств и функций, и спортивный зал, и кафе, и прачечную, то есть и бытовые услуги, и, собственно, пространство для общения, и рекреацию, и плоскую крышу с солярием и с цветниками. Тут можно сказать, что этот дом социально ориентированный, конечно, не на социалистический быт, а на современный нам. Хорошо, ладно. То, что квартиры маленькие. А вы бы хотели, скажем так, жить в квартире двухэтажной площадью 80 метров? Не такая маленькая. Ну, а там 8, я просто таких там не... Соглашайся, втораясь не скроет. Хочу, хочу. Волмия себе. Вот видите, ага. Да, да. В центре напряжения, конечно, хочу. Сергей Владимирович, здесь уже нужен ваш комментарий, пожалуйста. Да, здесь один из самых сложных вопросов, потому что любое здание, оно уже, когда строилось, уже, естественно, строились под отдельные какие-то функции. Сегодня функции другие. Человек, который живет сегодня, он требует какие-то другие условия жизни своей, да. Поэтому приспособление объектов культурного наследия это один из сложных пунктов выполнения задач, которые подходят архитектору. Вот, кто ставит эти задачи? Это все-таки это ищется какой-то частный инвестор или это город делает? В разных случаях, когда объект является объектом пользования, да, аренды, соответственно, это пользователь. Пользователь берет на себя функции заказчика и финансиста. По содержанию это объект, по проведению реставрации, которая прописана в планах реставрации. А, но все-таки есть какие-то законодательные вещи, которые обязывают его, да, соблюсти. Конечно, нельзя вот вселиться в объект наследия и просто делать, что он хочет. каждый шаг в таком объекте зарегламентирован. А вот это вот, все-таки мы возвращаемся к нашему самому первому вопросу, то есть, все-таки существует некая категория объектов, которые официально называются объектами архитектурного наследия и в связи с этим уже какой-то режим их использования. Конечно, значит, есть не архитектурное наследие, объект культурного наследия. Культурного, да, а вот насколько это близкие понятия вообще? Это прямые понятия. Вот, работа и, будем говорить, использование, да, как сказать, имея такой объект собственности, ты принимаешь на себя обязательства по его сохранению, по реставрации и эксплуатации таких объектов. Эти пункты прописаны в документах. есть договор о пользовании таким объектом, есть другие формы, юридические формы, которые составляются департаментом культурного наследия и контролируются за их, ну, ведется контроль за их исполнением. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну, вот, все-таки вот, меня интересует вот та часть, ведь, к этому архитектурному наследию относятся и жилые дома, да, ведь наверняка есть такое, особенно в центре, и они все-таки вот, возвращаясь к их материалам, из которых это строили, там, и так далее, я понимаю желание архитектора сохранить аутентичные деревянные балки, вот эту дранку под штукатуркой, и так далее, и тому подобное, но получается, что человек, если он вдруг приобретает такой объект или квартиру в таком объекте, то он уже, как сказать, сильно обременен в ее использовании, в изменении ее, правильно я понимаю? И жить ему в позапрошлом веке, или в прошлом. Ну, джакузи не поставишь, там, условно говоря, на деревянное перекрытие, все эти легенды о падающих джакузи, вот это провалившихся. соответственно, конечно, все зависит от каждого здания, зависит от предмета охраны, исторический объект, может быть включен предмет охраны фасады, объем здания, ну, ничего не говорится о конструкциях, соответственно, с таким возможностями можно было что-то делать с конструкциями. То есть, новый дом фактически за старым фасадом построить? Абсолютно не так. Есть возможности, да, сдублировать конструкции, есть вопросы, ну, будем говорить, отремонтировать их, провести ремонт, по ним, которые будут, ну, конструкции, которые будут нести заданные нагрузки. – Хорошо, и тогда завершение, вопрос такой. есть вопрос. – Нет, на самом деле у меня один единственный вопрос, который меня волнует, вот все-таки немножечко о фестивале, да, вот с 5, ой, со 2 по 5 июля он пройдет где и вот все-таки в каком формате хоть совсем немножко. – И это только для архитекторов? или можно прийти к горожанам посмотреть, узнать. – Подивиться. – Он пройдет в Манеже. – В Манеже. – Он будет состоять из большого количества мероприятий, почему, собственно, и называется фестивалем. Там будет и конкурс тематикой, там будут выступления, лекции, где реставраторы будут делиться своим опытом, в том числе мы будем делиться опытом уже каких-то реализованных проектов. Именно вот такой разноплановый формат и позволяет это назвать фестивалем. Я думаю, что это интересно, потому что действительно тот общественный всплеск интереса к своей истории, к истории города, который дальше переходит на его материальную среду, на дома, которые нас окружают, на пространство, как оно менялось, это очень радует, потому что у нас появляется какая-то связь, гораздо более конкретная связь с нашим прошлым. Мы таким образом понимаем, как-то, так сказать, можем позиционировать себя. И люди, вот, москвичи или там приезжающие в Москву из других городов России, я вижу это даже по экскурсиям, которые к нам в Дом Нарконфина приходят, экскурсии были раньше на английском языке в основном, а теперь в основном на русском. это показывает интерес. И вот даже во многом тот процесс реставрации, который у нас с этим домом начался год назад, он тоже каким-то образом был этим общественным интересом, этим общественным вниманием тоже был пододвинут, как-то его подтолкнуло. поэтому на фестиваль интересно будет приходить не только узким, я стараюсь ответить на ваш вопрос, узким специалистам, чтобы узнать, как правильно какой тип штукатурки применять при реставрации здания какого века, а именно приходить людям, которые хотят узнать больше и про историю своего города, и про то, как эту историю можно сохранять. На самом деле очень интересный процесс, потому что каждый дом, к нему нельзя подойти ни с какими одинаковыми мерками. Каждый дом уникален, каждому дому при реставрации приходится применять отдельные свои методы, искать свои подходы и понимать, в чем его изюминка. Спасибо. Это вот последствия того, что для москвичей построили такие замечательные пешеходные зоны, люди стали много гулять и хотят теперь знать, что происходит. Я завтра уже поеду, буду на Пушкинске, обязательно подойду, потрогаю ту самую историческую штукатурку. Большое спасибо вам за визит к нам, за этот интересный рассказ. Алексей Гинсбург, член Союза Архитекторов России, спикер фестиваля Архитектурное Наследие. И Сергей Владимирович Конев, член Союза Московских Архитекторов, спикер фестиваля Архитектурное Наследие, реставратор.